Приветствую вас! Мне кажется, что вот честно, задача психолога не в том, чтобы помочь вам, например, вернуть девушку. Понимаете? Потому что вернуть девушку у вас, может быть, получится, а может быть и нет. И мне кажется, что нельзя ставить психологическую работу в зависимость от такого фактора. Мне кажется, что это не совсем верно и неправильно. На мой взгляд, вот то, что действительно может сделать психолог, это указать вам на то, что вы, именно вы, может быть, делаете неправильно. И исходя из этого, уже вам можно будет что-то делать. И первое, на что мне хотелось бы обратить ваше внимание, самое пристальное внимание, это на то, что вы, как бы, всю вину берете на себя. То есть вы говорите, что это я сделал так, чтобы девушка ушла. Это я совершил ошибки, которые, ну вот, привели к тому, что она ушла 100%. Понимаете, это не совсем так. То, что вы делаете сейчас, то, чем вы занимаетесь сейчас, можно назвать виной. То есть вас превалирует чувство вины над вами. И я не думаю, что подобное чувство вины и взваливание на себя всей ответственности за то, что девушка ушла, является чем-то правильным. Потому что дело не только в вас. Дело не только в вас, но и в ней тоже. Именно, именно в этом кроется, кроется основная тонкость. Вам нужно разделить. Ага. Значит. Вам нужно разделить ответственность. Между собой и ею. Вот. Это необходимо. Разделить ответственность между собой и ею. За что ответственна вы, за что ответственна она. Потому что, когда человек только на себя берет всю ответственность, другой человек оказывается без какого-либо права выбирать. На мой взгляд, это очень и очень чревато негативными последствиями. Как для него, так и для вас. Поэтому исходить старайтесь именно из этого. Да. Именно из, вот собственно, данных, данных момент, моментов. Дальше. Дальше. Вот вы говорите, на протяжении всего времени я дистанцировал ее от себя и не давал надежды на перспективу развития наших отношений. Казалось бы. Казалось бы. Казалось бы. Не давали вы, значит, девочке надежду на перспективу развития отношений. Казалось бы. Не давали. Но ведь, а, наверняка, наверняка, вы же понимаете, что у этого есть причины. А, наверняка, вы понимаете, что у подобных вещей есть основания какие-то. первопричины, которые и порождают подобное поведение. И, простите, наверное, простите, пожалуйста, меня, меня, но если вы не увидите вот этих причин, то и изменить вы ничего не сможете. Потому что, как правило, как правило, когда человек, как вы, значит, только после потери, после потери понимает, что ему нужно, этот человек не свободен. Знаете, этот человек не свободен, он не свободен в своем выборе, он не свободен в своем поведении, он ни в чем не свободен в том, что касается его какой-то психологической, может быть, составляющей. Вот. И это нужно учитывать. И пока я вижу у вас, значит, гиперответственность, тут я вас пока вижу. Дальше. В конце концов, ей это надоело, она нашла другого мужчину, но семейного с детьми. Ну, то есть, по факту, вы сейчас говорите о том, что девочке нужен такой определенный мужчина, который будет давать ей именно то, что нужно ей. Конкретно. То есть, это, вероятно, семья, да? А, это, вероятно, ну, какая-то защищенность, возможно, возможно защищенность, я не уверен, не уверен в этом. Вот. Ну, и, наверное, что-то еще. Наверное, что-то еще. И вот, собственно, момент здесь такой. А относилась ли девочка хорошо к вам вообще? У школы, она нашла себе другого мужчину. Вы говорите, что ей надоело, ей надоело, и она нашла. Согласитесь, это несколько странно. Если у нее к вам есть, например, чувства, то, как минимум сразу, она бы не нашла себе мужчину. Ну, просто потому что, просто потому что чувства не позволили бы ей этого сделать. А так, получается, так, получается, она это сделала относительно быстро. Быстро. И тут, опять же, у меня к вам вопрос. Так чего, затем ли человеком, да, затем ли человеком вы, ну, как сказать, охотитесь, того ли человека вы преследуете? Да? Понимаете, о чем идет речь? То есть, насколько вы уверены в том, что у девушки именно есть к вам чувства, прежде чем говорить о ее возвращении, например. Я понимаю, что вы хотите ее вернуть, но и меня постарайтесь понять, что важно увидеть, для чего вы хотите вернуть ее. И важно увидеть, есть ли у вас реальные шансы на то, чтобы это сделать. Ну, на то, чтобы реально вернуть девушку. Дальше, значит, так, у меня же, наоборот, открылись глаза и я понял, кого потерял. Весьма интересно, весьма интересно. А, кого же вы потеряли? Вот, просто хотелось бы знать, кого же вы потеряли. Вы потеряли что-то для себя? Вы потеряли что-то из своих потребностей? Или как? Это очень важный момент, на самом деле, чтобы вы для себя это поняли. То есть, пока вы были с девочкой, пока она была рядом, вы не осознавали того, что она вам дорога. Да? Получается. А как только она ушла, сразу поняли, что она вам нужна. Не идет ли речь здесь о ваших потребностях? О ваших желаниях каких-то, которые вы пытаетесь реализовать. Таким образом. На мой взгляд, это, ну, как минимум достойно того, чтобы обратить внимание. Дальше. Значит, я совершил все ошибки, которые только возможны при уходе девочки. Да, может быть, вы, может быть, вы и совершили все ошибки, которые только возможны. Но если вы совершили эти ошибки, значит, у вас были причины, у вас были причины их завершать, эти ошибки. И важно понять, что это за причины, причины, какие это причины. Потому что ошибки люди просто так не совершают. Дальше. Сейчас я это понял и, как говорится, опустил, но с надеждой ее вернуть. Валентин. А поняли вы что? Что конкретно вы поняли? Потому что я вот, например, я вот, например, не понял, что вы поняли. Понимаете? Потому что... Потому что... То, что вы поняли, то, что вы поняли, непонятно нам. И раз вы говорите, что девочку хотите вернуть, то, возможно, речь идет о том, что вы так и не поняли до конца, о чем идет речь. Речь. Речь не о девушке, на самом деле. Речь о вас. Речь не о том, чего хочет она и что нужно делать. А речь о вас, что вам нужно делать. И чего хотите вы. Понимаете? Какая история. Мы продолжаем общаться. Пишите вы в статусе, как бы, друзей. Ну, дальше вы пишите, что она продолжает готовить кушать, общаться со мной. Можем и обняться, и пославляться, но при возможности спешить другому, или на встречу, или на переписку в инете. Ну, понимаете, здесь момент, на самом деле, такой. И здесь момент такой. А вот как делает эта девушка? То есть, как она себя ведет по отношению к вам? Что она делает? Что она делает? Вот это вот все, что она делает, вот все ее такие вот действия, они как выглядят? Они выглядят как завлекающие, как показные, как демонстрационные. Понимаете? То есть, очень важно понять вот этот момент. Одно дело, если девушка специально как-то вот ведет себя так. Это одно. И другое дело, если девушка ведет себя так и естественно, у нее действительно есть мужчина, она действительно с этим мужчиной счастлива и действительно хочет там, ну например, с ним быть. Вот. Понимаете? То есть, я хочу сказать, что здесь важен именно вот такой момент. Может быть, у нее действительно сейчас есть кто-то, с кем она счастлива, с кем ей хорошо, комфортно, приятно и так далее. Так что, на этом тоже постарайтесь обратить свое внимание. Это важно. Дальше идем, значит, мы работаем вместе, живем вместе в коммунальной квартире, при этом мы можем вместе сходить в кино, на концерт, очень рассчитываю на вашу помощь. Вот понимаете, после вопроса, да, после вопроса, остается некое такое, знаете, как своего рода послевкусие, достаточно непонятное послевкусие. То есть, вроде бы, вы хотите, чтобы мы вам помогли, вроде бы, вы хотите, чтобы мы помогли вам вернуть девочку, вроде бы, вы хотите, чтобы она вернулась к вам. Но конфликт, который является причиной тому, что вы раздались со своей девушкой, да, что вы ее, грубо говоря, обтолкнули, что вы ее, грубо говоря, оставили. Конфликт этот остается совершенно за кадром, за кадром. И мы не знаем вашу девочку, мы не знаем, что ей нравится, какая она, какой у нее психологический портрет. Мы не знаем, что ее привлекает в мужчинах, да, например. И без этого вы хотите, чтобы мы помогли вам. При этом даже не задаете никакого вопроса. То есть, просто хочу вернуть любимую девушку, значит, и очень рассчитываю на вашу помощь. А вот все, что вы рассказали, эта история, это, по сути, про вас, не про нее. Понимаете? Ну, я полагаю, что исходить здесь нужно, помимо того, что я сказал, из следующих моментов. Момент первый, то, что нужно ей, то, что нужно ей и, значит, постараться дать ей то, что нужно. То есть, вот, значит, то, что она хочет, то нужно ей дать, то есть, что она хочет. То есть, если, например, девочка хочет семью, значит, нужно ей постараться дать эту самую семью. Если девочка хочет, там, там, ну, какой-то близости, да, чего-то еще, если девочка хочет, значит, ну, стабильности и так далее, и так далее, нужно дать ей это, стабильность. Если у девочки есть поправленность в защите, в надежности, нужно дать ей это. То есть, в зависимости от того, что ей конкретно нужно, вы и ориентируете свое поведение. В общем-то, вы знаете, чего вы ей не додавали, и, в общем-то, вы знаете, чего ей не хватало, и, собственно, это и нужно ей давать. Если дело о семье, то вы можете говорить о том, что в последнее время задумываетесь, например, о семье, и что хотите семью. Если речь о девочке, то вы можете, в принципе, говорить о ней, это так и говорить прямо, что я понял, какой был, ну, как я ошибался, да, что, что, когда тебя потерял, это было ужасно, и я понял, что, там, не могу без тебя, и понял, что хочу быть тобой, там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Вот. Но я не очень понимаю, как вы общаетесь с девочкой, я не очень понимаю, какие у вас темы запретны, или нет, я не очень понимаю ваш контакт, короче говоря. Вот. Ну, и, очевидно, нужно, чтобы вы демонстрировали ей свое, скажем так, изменение, вот. Нужно, чтобы вы демонстрировали ей свои перемены, если у вас, если такие перемены имеются. Вот. Мне кажется, что это, как раз таки, самое главное, то, что вы можете сделать прямо сейчас. Демонстрируя перемены, вы можете показать девочке, что изменились, стали другим. Вот. Ага. Пока, пока, на данный момент, наверное, это все, что можно вам сказать. Кроме, пожалуй, кроме, пожалуй, только одного, одной детали. Это деталь заключается в модели, в модели поведения, в модели поведения вашим мужском и модели поведения женским. То есть, вы знаете, какие мужчины привлекают девочку, вы знаете, какое поведение девушке нравится. Вот. Постарайтесь ей это поведение дать. Постарайтесь быть для нее тем, кем она хочет, ну, грубо говоря, там, например, видеть вас. Кем она хочет, например, воспринимать вас. Вот это и нужно, в общем-то, сделать. Это то, что вы реально в силах изменить. Ну, а дальше я уже говорил о том, что дальше все зависит от того, насколько были искренние чувства вашей девушки. Потому что если ее привязывала к вам только какая-то потребность, если ее привязывала к вам только какая-то нужда, то, соответственно, я не думаю, что вы сможете ее вернуть, потому что она найдет просто другого человека, который даст ей то, чего не можете дать вы. И все. И она от него не откажется, что бы вы ни делали. А если у нее есть чувство именно к вам, то в таком случае, конечно, она может и вернуться. Вот. Но это не факт. И рассчитывать на подобные вещи, ну, я бы, наверное, не стал. Потому что вы рискуете быть разочарованы. Вот. Ну, именно, именно, вот, именно, именно в том, что происходит. Да, именно в том, что вот вы что-то делаете, да, что-то делаете, что-то стараетесь, а в итоге там ничего не получается. Например. И в таком случае, если вы собираетесь что-то делать, то обязательно учитывайте, что эффекта может не быть, результата может не наступить. Вот. Просто потому что у девочки может поменяться восприятие вас, или она никогда вами так вот не интересовалась. Ну, достаточно сильно, я имею ввиду. Вот. Ага. В принципе, в принципе, я полагаю, что на этом можно и закончить мой ответ, потому что по факту, по факту, нужно все-таки больше информации о, о девушке хотя бы, нужно больше информации. Именно о девушке хотя бы. То есть, что, как происходило между вами, что она за человек, ну, сама по себе, какой человек, вот, и так далее. Все эти вещи нужно с вами разбирать. И тогда, я полагаю, можно будет какую-то вот единую такую линию, да, по возвращению девочки можно будет, ну, выделить, выявить. А пока нет. Пока, к сожалению, никак. Вот. То есть, пока только, вот, только так. На этом я надеюсь, надеюсь, завершить свой ответ. И надеюсь, что вы уловили то, что я вам пытался донести. Здесь, если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и успешного разрешения вашей данной ситуации.